Всем привет! Очередной урок по SDL. Сегодня урок номер 9. И это все вот взято, вы видите откуда. Поэтому, если вас не устраивает то, как я это преподношу, то, пожалуйста, идите на первоисточник и читайте. Ну, а для тех, кого все устраивает, начнем. Итак, урок 9. В уроке 9 немного, здесь он совсем коротенький, будет рассказано про Viewport. Ну или, так сказать, отдельные такие окошечки, в которых можно что-то рисовать. Ну и, ну и, ну и, ну и. То есть мы можем выделить какие-то, вот здесь мы видим, какие-то области на экране. И в этих областях на экране что-то рисовать. Ну, как пример, здесь показывается вот что-то по типу мини-карты, да. То есть, если мы создаем какие-то игры, мы можем, да, где-то внизу мини-карту, либо состояние там, к примеру, какие-то состояния, может быть, игрока, может быть, автомобиля, может быть, еще чего-нибудь и т.д. и т.п. Давайте посмотрим на код. В коде тут, в принципе, в принципе, ничего нового нету. Мы также загружаем текстуру, загружаем из картиночек PNG. Единственное, я добавил три, три отдельных переменных. Вот, SDL текстур, и здесь главная текстура, типа, мини-мап 1, мини-мап 2. Вот, и, 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 и. И вот, смотрите, вот мы первую часть, ну, выделяем на экране. То есть, координаты от 0, x, y, 0, 0, это верхний левый угол. И ширина и высота, это у нас в половину экрана. То есть, это первая часть нашего окошечка, да, и это будет у нас какое-то главное окно. Вот, дальше, вот у нас вверху справа окошечко и внизу окошечко. То есть, вот как вот здесь. То есть, одна часть, вторая часть и третья часть. Вот, и для этого здесь были заведены вот такие переменные, которые четко обозначают область, ну, которые отвечают за область. Дальше, под каждую область есть своя текстура. И, соответственно, для того, чтобы отрисовать, мы вот вызываем функцию SDL RenderSetViewPort. То есть, мы указываем какую-то область, конкретно на нашем отрисовщике. Да, вот глобальная переменная, которая отвечает за все окно. Вот, и здесь мы устанавливаем наш viewport, наше окошечко, вот в такие положения. То есть, вот эта переменная, как вы видите, хранит координаты. x, y и ширину и высоту. А дальше, дальше, дальше мы рисуем. Вот, мы сначала указываем setViewPort, а потом копируем нашу текстуру. Дальше, для того, чтобы во второй участок нарисовать что-то, делаем то же самое. Мы указываем, куда конкретно мы рисуем, куда мы хотим отобразить. Вот, то есть, мы указываем область, а дальше вызываем RenderCopy. Давайте посмотрим на эту функцию. Что написано в справке по ней? По ней написано, используйте эту функцию для того, чтобы установить площадь рисования, для рендеринга, для отрисовки текущей цели. Вот, ну, текущая цель, а это имеется в виду текущая, там, текстур. Вот он. Для отрисовки, вот, текущая. А это мы устанавливаем область для рисования. Вот, и здесь, соответственно, RenderContext, то есть, наш объект, да, который отвечает за, вот, ну, хранит указательно эта окошечка, скажем так, и непосредственно, непосредственно, этот, как его, ну, область, да, границы. Ну, и здесь заметка небольшая, ремарка. Когда окно изменит размеры, то текущий viewport окошечко будет автоматически центрировано с новым размером. Ну, судя по всему, мы можем изменять размеры, и все будет автоматически перерисовываться. Хотя давайте, давайте, наверное, проверим. Сейчас я где-то 3-сайз был. Попробуем создать окно. По идее, вот так должно сработать. Так, вот, вот, смотрите, одна область, вторая область. Ну, это и картиночки с интернета взял. А ну-ка попробуем изменить. А, не, 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 не. Автоматически не перерисовывается, значит, надо будет... Ну, видимо, не так прочитал. Значит, надо будет... Надо будет самому пересчитывать. Но я думаю, об этом как-нибудь потом. То есть, мы до этого обязательно доберемся. Ну, в принципе, все. Урок коротенький, и у меня, в принципе, видео тоже коротенькое. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, комментируем, лайкаем. Всем пока.